Я вас приветствую, это видео короткое небольшое дополнение к видео, которое я записывал недавно о двигателе Aweo, который называется ужасный современный автопром на примере этого двигателя. И несмотря на пафосность названия, там мировой заговор и все остальное, давайте просто заменим, скажем так, чтобы адекватно воспринимать ситуацию, давайте заменим слова мировой заговор автопроизводителей на просто тенденцию мирового маркетинга по развитию. Итак, вопрос очень простой. Сначала немного статистики. Двигатели, которые выпускаются с ремнями газораспределения, имеют достаточно неплохой ресурс именно самих ремней, и в случае обрыва ремня, когда повреждается механизм газораспределения, скажем, есть, но довольно, во-первых, редкие, во-вторых, происходит это по вине, как правило, каких-то других неисправностей. То есть, либо ролики вовремя не заменили, либо масло попадает на ремень, что его обмягчает, и он рвется. Двигатели же, на которых, более современные, на которых стали применять однорядные цепи, имеют гораздо больший процент поломок и повреждения механизма газораспределения именно по причине обрыва цепи. При этом двигатель эксплуатируется в штатном режиме, и цепь рвется на самых разных двигателях самых разных производителей, начиная там от Volkswagen, ну, то есть, европейский автопром, заканчивая японским автопромом. Это сухая статистика. Об этом, ну, в общем, кто работает или как-то сталкивался со сферой обслуживания автомобилей, он знает, что есть такие случаи. Причем, предугадать довольно сложно. В каких-то моментах цепи на одних и тех же двигателях, они обрываются там чуть ли не на 100 тысячах, на каких-то ходят там по 200 тысяч, и проблем нет. Итак, теперь от теории к практике, почему так происходит. И здесь мы возвращаемся к названию видео «Мировой заговор автопроизводителей», либо же просто ход маркетингового развития. То, что я сейчас расскажу, это все, и не то, что могу доказать, а это может увидеть каждый, у кого, ну, в принципе, и будет доступ. Итак, давайте сначала разберемся теоретически, почему так происходит. Значит, обычнейшая схема, значит, коленчатый вал, ну, то есть, соответственно, вращение, это либо шкив, либо звезда. Приведем, например, на ремне. Соответственно, два распредвала у нас, ну, немного, вот оно, вот оно движение. Ремень ГРМ, то есть, мы его рисуем, вот он идет, ремень на шкив, потом идет сюда. Ну, обычная классическая схема. Здесь стоит натяжной ролик, который натягивает весь механизм. Предположим, что ремень имеет эта обычная схема, он не задействован на никакие вспомогательные там помпы и все остальное. Это, предположим, что, то есть, очень простая схема. Вся система работает таким образом, что ремень натягивается внешне, то есть, так как он находится вне двигателя, он натягивается внешним роликом, который имеет либо пружину, которая его натягивает, либо, как любят, кстати, японские Mitsubishi, например, производители, там такой, как натяжитель называется, гидравлический натяжитель, но автономный, в него не поступает масло из системы смазки двигателя. То есть, с таким штоком натягивает. Либо же натяжка производится фиксированно, то есть, один раз при установке, он вручную натягивается и закручивается, крепится либо гайкой, либо болтом в каком-то неподвижном месте. Вся система работает. Преимущество этой системы заключается в том, что ремень, в отличие от цепи, он сделан из более эластичного материала, он более легкий, и он не вытягивается, как цепь от микроскопического износа звеньев, о чем пойдет речь далее. И вся система, то есть, в принципе, работает. И даже если где-то по каким-то причинам ремень будет не натянут, хорошо бывают такие случаи, что ремень чуть ли аж не провисает в каких-то моментах, то есть, ролик его либо плохо натянули изначально, либо натяжение... Ну, обычно сбой с ремнем, когда он провисает, 98% это плохая натяжка изначально, когда его нужно вручную делать, потому что если стоит автономное натяжение, то таких случаев, в принципе, не бывает. Вся система работает. Теперь рассмотрим то же самое на примере цепи. То же самое. Вот я рисую коленчатый вал, направление вращения. Звезды распредвала. Ну, вот эту побольше я нарисую. Она совсем маленькая. Та же самая система. Мы делаем здесь, рисуем, что у нас здесь стоит цепь. Вот она цепь. В отличие от ремня на цепи, ну, во-первых, в последнее время автопроизводители, чтобы система работала более мягче и бесшумно, выполняют, если на ремне, допустим, вот эта вот часть его полностью может быть натянута, она не может быть натянутой, никуда она не девается, то цепь, так как она тяжелее ремня и имеет, соответственно, на большой вес, значит, соответственно, и колебания у нее будут, выполняется в том плане, здесь ставится такой успокоитель, вот такой вот полукруглой формы, и цепь пускается вот по такому как бы направлению, то есть слегка имея изгиб. Это первый момент. Второй момент. Натяжение цепи производится в подавляющем большинстве случаев, особенно однорядную цепь, это фактически 100% производится в виде большого башмака, который крепится одной стороной, он крепится внизу, и он имеет такую скругленную форму, по которой, собственно, цепь идет, и где-то сверху его натягивает натяжитель, то есть в отличие от ремня, если ремень достаточно натягивать в одной точке, то есть он эластичный, ролик его натягивает в один момент, то цепь, для того, чтобы она не шумела и не испытывала каких-то больших перегрузок, выполняя натяжение, выполняется большим башмаком, который имеет какое-то закругление, то есть чтобы натягивалась не какая-то часть конкретной цепи, а натягивалась по возможности вся, весь, скажем, незадействованный участок, который будет провисать. Вся система такая работает прекрасно и никаких проблем не возникает до одного определенного момента. В процессе работы, когда цепь немного ослабевает, вернее, не то, что ослабевает, она немного изнашивается между зрениями, я как-то рассказывал в одном из видео, что цепь, во-первых, их есть два типа. Первый тип цепи, если посмотреть вид, сделать сверху, она имеет два вот таких вот, значит, сегмента, которые связаны вот таким вот барабанщиком, так, ну и, соответственно, тут, немножко неправильно, тут вот сегменты идут дальше, то есть вот они, и тут стоит дальше барабан, и дальше идут сегменты, то есть вот такая вот цепь, ну, в принципе, по типу жигулевской цепи это сделано. Сюда попадают сами зубы, звездочки, так, и, соответственно, контакт происходит именно среди роликов, то есть вот в этом, вот в этих вот местах производится контакт. Второй тип цепи, больше нашел он распространение в мотоциклетных двигателях, это выглядит примерно так же, но звезды механизма газораспределения, они выглядят реально как шестерни, они имеют внешний вид зубов, и цепь, если посмотреть снизу, то она имеет, в принципе, множество сегментов, которые набираются один с другим, то есть вот сегмент, допустим, раз, два, вот такие вот сегменты, сейчас я дорисую, это важно, так, ну, это я в таком большом масштабе, в общем-то, рисую, вот такие вот сегменты, и система, если посмотреть и сделать вид сбоку, то вся вот эта схема выглядит таким образом, что сегменты имеют некую вот такую вот форму, то есть как, в общем-то, зубья шестерни, так, вот, все сегменты, ну, и, соответственно, они становятся на, прилегают к шестерне, и производится привод весь, вот такая вот схема, вот, и они с собой такие вот звеньют, вот, значит, из всего вышесказанного, я отрывки видео вставил, соответственно, в этой части экрана, чтобы более наглядно это понимать, принципиальное отличие, в принципе, небольшое, этих цепей, такой вариант исполнения цепи газораспределения мне нравится больше, потому что цепь немножко прочнее, ну, на мой взгляд, есть некоторые преимущества, но принципиально сути это не меняет, в большинстве двигателей применяется, именно автомобильных, применяется вот такой вот простой вариант цепи, здесь важно пояснить, к чему я это рассказываю, все вот эти вот сегменты, как в этой цепи, то есть здесь стоят такие штифты, которые скрепляют эти элементы, здесь стоит штифт, то есть один, второй и так далее, то есть все эти звенья держатся между собой на штифтах, которые, соответственно, расклепаны с одной и с другой стороны, чтобы они не выпали. В процессе работы двигателя, так как цепь имеет достаточно большое количество звеньев, у каждого двигателя по-разному, ну, в общем, там это количество довольно большое, там больше 100 единиц, соответственно, происходит небольшой износ всего элемента, то есть, соответственно, на изнашивается немножко сам штифт, изнашивается само ухо, в которое он вставляется, то есть с одной стороны, ухо немножко изнашивается с другой стороны, ну, и, соответственно, уши, которые стоят дальше. То есть, соответственно, если мы посмотрим расстояние, если, скажем, взять за основу вот эти вот две точки, скажем, константа, что это постоянная величина, и мы сверим их расстояние, учитывая износ лишь одного звена, мы получим, что в начале будет некая составляющая n, вот мы, допустим, n, некая величина, при некотором износе, вернее, даже не некотором пробеге происходит небольшой износ, и, значит, что изнашивается? Изнашивается немножко сам штифт, но, как правило, они каленые, и износ там очень минимальный, изнашиваются в основном сами звенья, именно, то есть, звено, которое тянется в одну сторону, оно изнашивается с противоположной стороны, и, соответственно, звено другое, которое натянуто в другую сторону, оно изнашивается, соответственно, тоже с противоположной стороны. Это приводит к тому, что они, естественно, немножко расходятся один с другим. Если мы предположим, что износ одного звена через какой-то определенный пробег, И пусть будет это 100 тысяч. Составит всего лишь, вот в сумме, с одной стороны оно износилось на, предположим, 0 целых, ну вот мы добавим, 0 целых, 0,0, скажем, 5 тысячных. Это 5 микрон, это полсотки. С одной стороны точно так же износилось второе звено, которое стоит здесь. То есть, соответственно, эту величину нужно умножить на 2. То есть, потому что одно износилось на 5 соток микрон, второе на 5 микрон. Мы получим, что это в самом лучшем, это таких износов, вот эти вот износы, это износ в пределах обкатки, там, ну тысяч, там, не знаю, до 20, наверное. То есть, это очень маленький износ. То есть, на самом деле, оно изнашивается гораздо больше, это можно проверить. Но суть не в этом, я говорю, что самый-самый минимум. Значит, мы получим, что по истечении некоторого времени расстояние минимально увеличивается на 0,01 миллиметр. То есть, на 0,01 миллиметра. Теперь вот эту вот величину мы умножим, например, на 100. Потому что 100 звеньев. И то 100 звеньев это очень небольшая величина, там их гораздо бывает больше. И мы получим, что износ цепи, вот даже при таком микроскопическом износе каждого из элементов, касается как одной цепи, так и второй цепи касается. Это приводит к тому, что фактически, то есть, мы умножаем на 100, мы получаем, что цепь вытягивается на 1 миллиметр. Но это при том, что износ здесь фактически, ну, скажем, обкаточный. Изнашивается все гораздо больше. Здесь может износ быть в несколько соток, не в 0,05 тысячных, а скажем, 0,02 сотки. И тогда посчитайте, насколько вытянется здесь цепь. Цепь становится в длине больше. Такому большому износу подвержены именно цепи конструкции со звеньями. Потому что здесь всего два сегмента, которые держат, находятся между двумя роликами. То есть, с одной и с другой стороны. Цепь, которая применяется больше в мотоциклетных двигателях, ну, не только, кстати, в мотоциклетных двигателях, но я ее просто так называю, чтобы было проще к пониманию. Она и такая цепь, она имеет гораздо больше сегментов, благодаря своей конструкции своеобразной. И на такой цепи уже износ, вот то, что я сказал, естественно присутствует, но гораздо в меньшей пропорции. И эта пропорция идет в разы. На этой цепи получается, то есть, цепь более стабильна, скажем, более ресурсна. Значит, после того, как происходит износ цепи, так как применяется вот этот вариант на большинстве автомобилей, происходит следующее. То есть, соответственно, цепь, естественно, каждый напишет и скажет, что нужно. То есть, в этом нет ничего противоестественного. Срабатывает система натяжения цепи, цепь натягивается и все работает дальше. Так оно и есть, действительно. Но есть одно маленькое но. Вот здесь мы выходим на название видео про мировой заговор. Я показывал в видео о, например, двигатель Nissan X-Trail. Это современный двигатель двухлитровый. И он, кстати, называется самый ужасный двигатель, который я видел. Это реально, кстати, самый ужасный двигатель. Потому что Aveo, например, он хоть и технологически сделан очень коряво и с ограниченным конкретно запрограммированным старением, но, тем не менее, спроектирован по каналам, по разным агрегатам. Он сделан правильно. Я об этом говорил в видео. Что он действительно сделан в этом плане хорошо. То есть, Nissan X-Trail, он ужасно сделан, в общем-то, со всех сторон. И, значит, к чему я это рассказываю? Я конкретно видео вставлю здесь, в части экрана. И еще ссылку оставлю, указание времени там в двух местах. Я в этом видео показывал, можете пересмотреть его. Когда разбирали мы механизм газораспределения, то обнаружили вот какую интересную вещь. Там было две цепи. Одна цепь шла на механизм привода газораспределения, вторая цепь шла на привод балансиров. Она такая, в общем, маленькая, скажем, цепочка была. То на маленькую цепочку был сделан, соответственно, свой маленький натяжитель гидравлический, в который поступало масло, системы давления масла. И его, соответственно, натягивало в какую-то из сторон. Здесь я немножко неправильно нарисовал. Вот здесь вот так вот надо было его нарисовать. Вот он. И этот натяжитель имеет конструкцию штока. Как я показывал как-то в видео о жигулевском натяжителе НС-Пилот. Но туда, правда, масло не поступает. Заключается его конструкция в том, что гидравлический цилиндр, то есть мы нарисуем, допустим, здесь обрыв, так. Гидравлический цилиндр, то есть сюда поступает давление масла. В нем ходит плунжер, который, соответственно, давлением масла выталкивается вперед. Ну, а здесь, в общем, натяжение. И, что самое главное, присутствует с одной стороны насечка вот таких вот зубчиков с специальным здесь ограничителем. Ну, я его нарисую в виде просто такой шторки, которая вставляется в зубы. Ну, естественно, там своя конструкция. С таким ограничителем. И система работает таким образом именно на натяжителе, который идет на балансиры, на неответственный узел. Что он натягивается, то есть давлением масла в какой-то момент. И стопор западает в зуб. Он остается в таком положении. Он имеет, если с него убрать масло, оно, естественно, при простое двигателе, оно, естественно, вытекает. И в последующем он имеет небольшой люфт на вот этом вот стопоре. Но этот люфт, он очень маленький. То есть он не дает ему сложиться дальше. Соответственно, при запуске двигателя, потом поступает давним... Цепь немножко имеет небольшое ослабление. Далее поступает масло из системы смазки. Заполняет всю вот эту вот емкость. И люфт, естественно, уходит. А вот на том же Nissan, на системе натяжения, именно ответственное, то, что идет на механизм газораспределения, сделана точно такая же система гидравлическая с натяжением от давления масла. Но с той разницей, что она не имеет вот этой вот системы стопоров. То есть при запуске вся система наполняется маслом, производится натяжение цепи, все работает. Двигатель останавливается, глушится. При этом масло из системы смазки вытекать не должно, благодаря конструкции масляного фильтра, то есть чтобы его каждый раз не заполнять. Но когда давление исчезает, естественно, из натяжителя оно выдавливается. Вытавливается в те же самые зазоры в распредвалах, зазоры в калинчатом валу, которые для подачи масла, то есть они есть, они присутствуют в любом случае. И масло все выдавливается. И натяжитель полностью фактически складывается в нулевое положение. А теперь представьте себе, что цепь имеет растяжение в несколько миллиметров, износ. И при запуске двигателя происходит тот момент, что вся система сильно ослабленная. И в первоначальный момент цепь очень сильно болтается. Так как цепь, в отличие от ремня, это жесткий элемент, соответственно, при любых запусках, при любых проворачиваниях, при прокручиваниях происходит следующее, что в какой-то момент то с одной стороны цепь натянется, то есть его вдруг в одну сторону крутится, то когда распредвал перескакивает на низких оборотах, если покрутить распредвал, он даже пружинами возвращается, его вперед проталкивает. Натягивается цепь с другой стороны. Происходит большой удар по цепи. То есть цепь провисает, потом в какой-то момент щелк, она натягивается. То есть именно удар происходит. И удар этот приходится, естественно, где он контактирует? Он контактирует с первым фактически зубом у коленвала и с первым зубом у распредвала. То есть либо с одной стороны, либо с другой стороны. То есть происходят удары. Теперь здесь нужно учитывать тот факт, что цепь растянулась, натяжитель нужно выталкивать на большую величину из его посадочного места. Соответственно, чем больше консоль, тем больше он имеет люфт, то есть нагрузку в одну и во вторую сторону, тем больше он разбивается немножко в своем посадочном месте. Это приводит к тому, что на низких оборотах он плохо начинает держать давление масла. То есть давление масла от этого у вас не пропадает. Натяжитель сам, как гидравлический элемент, перестает нормально работать. И цепь начинает уже бряскать на приработающем двигателе. Я думаю, много людей слышали работу цепных двигателей, которые именно на низких оборотах, на холостых в основном, издают некий такой шум характерный. Это шумит цепь. То есть, соответственно, нужно менять не только цепь, нужно менять и сам натяжитель, потому что он тоже разбивается. Все это приводит к тому, что за кратчайшее время это запрограммированное старение. И пример на том же Ниссановском и Стрелловском двигателе показывает, что это запрограммировано, это сделано с завода. Потому что то же самое, например, на Вольво сделаны такие же натяжители цепи, но они имеют нормальную конструкцию, они имеют конструкцию со стопором. На Тойоте, например, я вот все, о чем я говорю, я видео размещу в описании. Тойота 1 ZFE, я не помню, в общем, 1.8 двигатель, у которого 79 мм Поршни и ход там, по-моему, 90. Я когда был в Минске, я делал обзор этого двигателя. Вот, там сделана та же самая система газораспределения с той же самой цепью. Но там присутствует вот эта вот насечка. То есть, таких проблем там нет. На других же автомобилях это присутствует. То есть, вот как, например, Ниссане. Но, отходя в сторону, даже наличие вот такого натяжителя, это не гарантирует большой ресурс цепи. Потому что очень часто сами вот эти натяжители выполняются каким-то таким образом, что либо они просто неудачно как-то спроектированы. Ну, в кавычках, неудачно. Я не верю в неудачу при проектировании двигателей подобных производителей. Неудачность заключается в том, что у них довольно маленький ресурс, либо ресурс, либо вот этот вот люфт, когда он на каком-то из стопоров останавливается, достаточно большой. Но самый большой парадокс заключается в том, что я лично видел конструкции вот с такими натяжителями, со стопорами, у которых маленький люфт и проблем нету, но их ход очень ограничен. И когда цепь растягивается чуть больше определенного момента, он просто ее уже не натягивает. В любом случае, он ее не натягивает ни гидравлически, ни стопором, просто его не хватает, этого натяжителя. И цепь начинает греметь, и такую цепь в скором времени обрывает, потому что, естественно, идет ударный... Цепь может выдерживать очень разные большие нагрузки и перегрузки, но когда даже небольшие удары происходят, причем ударная нагрузка производится с определенной частотой, как вибрация, а это еще более пагубно. То есть можно маленькую нагрузку применять, но с определенной частотой все это будет развиваться, и в конце концов в какой-то определенный момент цепь не выдерживает, входит в резонанс, особенно по оборотам, когда двигатель крутится. То есть в каком-то режиме оно входит в резонанс, пагубный для самого себя, и цепь обрывается. Вот, собственно, и все. То есть это не случайность, это не... Всего этого можно было бы избежать с завода, сделав здесь более нормальную, правильную конструкцию именно натяжного механизма. И однорядная цепь ходила бы хорошо, и никаких бы проблем не было, и отхаживал... Например, кстати, в защиту однорядных цепей, как пример, это из практики. Например, конструкция, все то же самое, двигатели BMW серии M50. Там сделан большой гидравлический натяжитель с мощной пружиной, с большим ходом. И вся система работает, вся система ходит. То есть ничего принципиально там... Каких-то принципиальных отличий в этом двигателе нету. Он с 90-го года выпускался на конвейере, если я не ошибаюсь. Именно M50, который самый-самый-самый первый, то есть чугунный блок, то есть там 2,5-2 литра, то есть с чего оно начиналось. Там ничего принципиального, чего-то хитрого нету. Там идет обычная однорядная цепь с успокоителем, с натяжителем в виде башмака. И единственное, что там успокоитель... Кстати, вот что надо отдать должное, одному из отличий, конструкции BMW. Там цепь, успокоитель, имеет не вот такую полукруглую форму, а там цепь имеет прямую структуру по прямой натяжке, и там успокоитель в виде такого профиля канавки пластмасса. И натяжное устройство там, если его снять и посмотреть, оно довольно большое, массивное, мощное, там с пружиной очень мощное. Оно гидравлическое, там нету, кстати, на нем каких-то... То есть оно немножко отличается от этой конструкции, немного. Но там большая, мощная пружина, которая предотвращает свободное вот это вот болтание. То есть система сделана грамотно, все работает, все ходит. И это все можно реализовать. Вопрос в том, почему этого не реализуют автопроизводители на своих автомобилях. Потому что ответ прост. Автомобиль не должен ездить больше 100 тысяч. Он должен проехать 100 тысяч километров без каких-либо помарок, без каких-либо сбоев. И после 100 тысяч километров он должен просто рассыпаться, вплоть до того, что в автомобиле должны отвалиться колеса и выпасть двигатель. Вот это современное искусство автомобилестроения. И соответственно, то, что я привел в пример, все это вы можете посмотреть на конструкциях любых двигателей, то, о чем я говорю, и убедиться в том, что я вас не обманул. Надеюсь, это видео планировалось не сильно длинное, но получилось, чтобы пояснить, получилось довольно длинное. Я думаю, что я на вопрос более-менее внятно ответил. На этом у меня все. Благодарю за внимание.